всем большой привет всем здравствуйте спасибо большое что зашли на это видео сразу прошу прощения за то что немного отсутствовала в этом месяце я сейчас не нахожусь дома и поэтому немного снимаю в таких полевых условиях но все равно решила для вас снять видео которое планировала и это будет такой небольшой как бы зимний проект скажем так закончите выбросить до конца зимы я надеюсь вам понравится это видео и не буду долго говорить и давайте приступим хочу начать наверное с двух своих палеток что самое интересное и первая вещь которая у меня здесь будет это будет вот эта вот палетка от our glass ambient lightning edit surreal light да вот так вот она выглядит уже была у меня эта палетка в моих видео присутствовала вот что сейчас в ней происходит и в моих планах за эту зиму добить вот этот вот оттенок который я использую для закрепления консилера под глазами мне очень нравится как это выглядит и вот этот бронзер но я его к сожалению не использую как бронзера больше использую тоже как пудру который закрепляю в принципе консилер под глаза потому что я скажу что вот этот вот бронзер абсолютно не показывает себя с хорошей стороны мне он вообще не понравился как бронзер но как пудра выдает хороший эффект как раз таки когда у меня более загорелое лицо то он отлично работает и вторая вещь которую сейчас покажу здесь будут небольшие спойлеры я решила в этом проекте попробовать хорошенько поиспользовать свою палетку от туфе из chocolate bar и хочу побольше проделать в ней каких-то дырочек ну вот тут небольшой будет спойлер вообще моего прогресса project пена с этим фиолетовым оттенком но на данный момент палетка вот выглядит вот так я ее периодически использую мне нравится как она работает и как видите дырочек у меня уже много конечно за зиму я не думаю что смогу добить ее полностью но хотя бы попробую сделать какой-то прогресс и посмотрим как будет выглядеть это дальше мне нравится что она идет в расходе и как бы я как-то прямо с таким вот удивлением беру ее все чаще наверное для того чтобы добить и выбросить потому что у меня еще старая версия и скажу честно она достаточно тяжелая и в транспортировке вот ее возить конечно ну не совсем удобно следующие продукты раз я уже пошла по лицу то давайте продолжим это будет пудра вот это вот пудра nude by nature которая тоже уже мелькала у меня видео в оттенке n2 classic beige radiant loose powder foundation очень мне понравилась эта пудра как я уже говорила я ее для себя открыла и действительно эффект оказался замечательным в этой пудре 10 грамм вот видите я уже тут хорошенько так и и попользовалась за зиму хочу все-таки попытаться ее за три зимних месяца добить и вывести из проекта в принципе скажу что я готова даже ее купить мне она настолько понравилась что я думаю и я планирую что я куплю себе возможно ее в другом оттенке она придает такой интересный и такой как бы блеск здоровый скажем так блеск она хорошо перекрывает несовершенство и мне нравится как она сидит на моей жирной коже она не выглядит никаким персиком пирогом и все чем там еще в общем очень хорошая вещь в принципе советую покупала на сайте feel unique следующая пудра которая у меня уже было как-то в использовании этим летом но так как я сейчас нахожусь в теплой стране то я хочу ее попробовать добить и это будет моя пудра от макс studio fix в оттенке nw 30 вот так вот она у меня сейчас выглядит тоже как можно видеть уже сделана хорошая дырочка и я планирую что я возможно за месяца три и и смогу полностью закончить мне бы очень хотелось это сделать потому что я люблю когда уже продукты покидают мой как говорится косметический чемоданчик и это тоже продукт который мне нравится она хорошо перекрывает все мои прыщики и хорошо сидит в принципе гораздо плотнее чем вот это но они в купе в принципе хорошо работают и по отдельности в общем то да маг пудры я люблю мне нравится как они выглядят хотя многие говорят что они плотные но мне в принципе подходит но не скажу что она сидит более натуралистично то есть вот это будет сидеть на коже как-то получше это больше конечно так перекрывает и по плотнее выглядит то есть если на вечер или вот если вам надо плотное покрытие то это самое то далее хочу показать то что я всегда чем я всегда пользуюсь и чем я закрепляю свой макияж и это будут метеориты метеориты от герлен это будет у меня лимит очка 16 года с натальей водяновой вот в таком вот я не помню как там был этот оттенок по моему не было там у него никакого названия в общем то сами метеориты выглядят вот так сейчас у меня не ужасайтесь тут уже практически ничего не осталось до были еще в этом комплекте не только розовые зеленые шарики но еще золотые которые у меня как-то быстро скрошились и остались только немножко блесточки я в общем то добиваю уже и хочу попробовать добить вот эти метеориты я не знаю как как у меня это выйдет там три месяца конечно срок хороший но по крайней мере попробую сделать прогресс потому что я вижу что уже осталось их на донышке немножко шариков и я надеюсь что я смогу хоть как-то их попользовать и в общем то да мне надо использоваться метеориты потому что у меня их откровенно говоря очень и очень много далее тоже марка идет герлен это будет вот такой вот бронзер из той же коллекции что и метеориты шестнадцатого года лимитированное рождество терра индия очень мне понравился этот бронзер на зиму вот смотрите что у меня здесь получилось этого кстати у меня он мелькал тоже видео и здесь у меня вот такая вот хорошая дырочка я в принципе думаю что за три месяца мне удастся его добить я как бы на это рассчитываю он хорошо сидит так он конечно не матовый такой немножко шиммерный но мне нравится его вид мне нравится как он освежает мне кожу и в общем то да хочу попытаться его тоже каким-то образом закончить думаю что у меня это получится дальше давайте перейдем наверно консилером и первый консилер который хочу показать это будет вот этот вот консилер от марки кико в оттенке 03 обычный такой консилер который использовала я уже его в принципе несколько раз немножко сбоку уже видно что продукта по уменьшилась обыкновенный консилер ничего такого особенного не делает не скажу что он супер оттенок мне в принципе подходит я его использую под глаза и на несовершенство под глазами хорошо работает не сушит если конечно какие-то прыщики посерьезнее не очень-то скажу что он перекрывает но в принципе хороший консилер ну такой твердые твердая троечка даже ближе к четверочке единственное у него совсем небольшой объем три с половиной миллилитра как бы для меня это мало он достаточно быстро идет и второй мой консилер который я буду брать в проект это будет тоже консилер от кико вот так вот он выглядит universal stick консилер в оттенке 01 и он вот смотрите какое количество у меня осталось его по моему здесь было около двух грамм это сейчас все что у меня есть ну как бы да он такой немножко желтоватый я скажу но в принципе я его точечно наношу и так его использую вот видите он такой по сравнению с 03 желтый ну как бы да я использую его конкретно на прыщик так что если вот это потемнее пудра пойдет то и консилер мне пригодится перейдем к продуктам для глаз и первая вещь это будет вот такая база по тени от марки кико в нейтральном оттенке мне очень нравится как выглядит это база как она работает мне нравится здесь у меня и и осталось практически ничего вот я скажу что продукта в ней наверное вот где-то столько уже осталось вот где это надпись кика может быть даже чуть меньше она идет у меня хорошо в принципе я заканчиваю одну такую базу за год вот я так вела свою статистику и обратила внимание что это так происходит хорошая база хорошо сидит вот сейчас я немножко выдавлю ее можно вот здесь вот так вот видеть что ну она обычная нейтральная до держит мои тени у меня никаких нареканий нет покупаю всегда ее по скидкам далее что хочу еще использовать это вот такие вот тени от марки dior это была лимитка тоже мне кажется 16 года и это такие кремовые тени в оттенке 751 infinity очень мне нравится этот оттенок я его очень люблю посмотрите как шикарно он выглядит он просто замечательный он очень интересно смотрится на глазах переливается так и вот если использовать его в макияже дневном то этот оттенок просто супер мне жалко что это была лимитка жалко что они не сделали ее в постоянной коллекции но вот эта бронза на глазах очень хорошо смотрится я надеюсь камера сфокусируется и будет видно что оттенок просто великолепный вот когда на электрическом освещении еще иногда видны такие как маленькие маленькие блестки которые отражают свет очень красиво очень люблю эти тени и хочу использовать их потому что в принципе уже у них немного подходит концу срок годности и за зиму попытаюсь поднажать на них последним продуктом для глаз у меня будет вот этот вот карандаш от марки kiko это была какая-то тоже коллекция старенькая уже в оттенке 02 обычный коричневый карандаш от кика вот сейчас я выкрутила и как можно видеть столько вот у меня его осталось это практически ничего да я хочу вот эту вот пим пулечку уже закончить и конечно же выбросить этот карандаш он немного уже у меня суховат но я использую его как такую базу по тени иногда что-то пытаюсь им конечно там подвести но не всегда это получается так что да он уже практически доживает свое думаю что будет наверное первый кто уйдет из этого проекта вот так что надеюсь и жду и далее у меня осталось три продукта для губ которые я тоже хочу включить в этот проект первый продукт это будет вот этот вот блеск от инглот с линейка линейка дженнифер лопес который я покупала когда только вышла это линейка и он будет в оттенке j227 peach pearl пять с половиной миллилитров кстати небольшой у него объем здесь вот так вот выглядит сам оттенок казалось бы он очень красивый но у него есть некоторые проблемы во первых он вот как сейчас видно немного пляшит он пляшит и у меня бывает такая проблема что он через какое-то время мне забивается как бы в мои морщинки вокруг губ и то есть такое ощущение получается что течет этот блеск у блеска вообще хороший аромат мне в принципе нравится и аромат и его стойкость но вот то что он пляшит и то что он вот так вот у меня ползет это конечно меня не очень устраивает я была в более лучшего мнения о блесках от марки инглот я конечно не пробовала другие но конкретно вот этот что-то как-то мне немножко подпортил впечатление и я ожидала от него большего и надела что он будет работать лучше но к сожалению не удалось так что в принципе его я наверное не рекомендую вам следующий продукт для губ это будет вот такая вот помада от mac это у нас линейка viva glam оттенок будет viva glam 2 ну вот обычный такой тюбик маковский вот что у меня осталось от этой помады это практически ничего тоже я ее хорошо пользовала она такая немножко мертвецкая но мне нравится как она выглядит если делать макияжи более какие-то яркие то на губах хорошие я вообще люблю маковские помады особенно матовые и сатиновые версии очень нравится как они сидят я считаю это хороший продукт за эти деньги и маг всегда конкретно помады могу рекомендовать и последний продукт это будет вот такая помада от кика в оттенке 01 и это будет обыкновенная в принципе розовая помада вот столько у меня ее осталось совсем чуть-чуть она вообще была из какой-то летней коллекции где были еще по моему бронзеры румяна в общем куча всего как кика это умеет делать вот эта помада конкретно предназначалась как для губ так и для щек то есть ее можно было использовать как румяна тоже но я решил ее использовать конкретно только как помаду оттенок мне нравится хорошие розовые подходят мне хочу вот эту вот добить штучку она как-то трудно идет я не знаю очень пигментированная в принципе помада и сколько я ее на себе пробовала вот совсем чуть-чуть надо она и стойкая и яркая так что идет она долго кстати такой прикольный у нее вот этот чехольчик тут вот на магните этот вот здорово конечно так это все выглядит в общем да тоже идет у меня в этот проект за зиму я очень надеюсь что вот эти продукты все таки как-то смогут у меня уйти и я это все из своей коллекции уже уберу зимой я продолжаем и пользоваться этими продуктами так что я не думаю что какие-то возникнут проблемы конечно не знаю что будет с палеткой но мы увидим и так это был мой проект зимний такой project я очень надеюсь что вам понравилось это видео я надеюсь что не очень смутил мой такой новый как сказать сетап я постараюсь снимать апдейты этого проекта и буду надеяться увидеть вас вновь а вам я хочу пожелать отличного настроения хороших новогодних покупок и мы с вами скоро увидимся всем пока